Не знаю кому как, не знаю как вам, Иван, но мне лично надоело выслушивать вот эти вот стереотипные рассказы про то, как наши с вами соотечественники ведут себя в Турции, в отелях всё включено. Александр, ну слушай, ну вы же сами бывали в Турции, вы знаете, что там всё происходит именно так, как говорят? Да по-разному всё происходит. Ко мне в руки попал дневник моего товарища. Послушайте, вот человек провёл время в Турции, в отеле, всё включено. Пожалуйста. Значит так. 7 утра, проснулся. Как же здорово, я выспался. Пора на зарядку. 9 утра, время завтрака. На выбор было 40 видов блюд, но я съел одну порцию овсяной каши. Запил водой. 11.00, пора на пляж. Разносили коктейли зонтиками. Но я решил съесть яблоко. Заплатил за яблоко, хотя не надо было. Загорел. 13.00, тихий час. После тихого часа чтение книг. Что-то я не верю в это. Подождите. 19.00 сходил в туалет и пошёл в караоке. Там не пел, у меня же нет голоса. От алкоголя отказался. Не хочу, чтобы кто-то думал, что я свинья. 22.00, пора идти спать. По дороге встретил нетрезвую молодую девушку из Луганска, которая предложила переночевать у неё. Не пошёл. А смысл? Мы же больше никогда не увидимся. Александр, я не понимаю. Слушайте, такое ощущение, что ваш знакомый подсунул дневник своей жене. Вы не верите, что на самом деле это всё происходило? Ну, потому что меня к обратному призывает песня «Гуляй, славяне», Александр. Алена Винницкая и Мацу из Киевы. Да, которые сегодня у нас в гостях. Давайте позовём ребят и с ними всё обсудим. Алена Винницкая и Мацу из группы Киева-Лектора. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ну, расскажите, вот что, откуда появилась такая вообще песня? Такая идея появилась? Откуда? Ну, из первоисточника, конечно же. В Турции. Всё это навеяло. Навеяло. Вы часто путешествуете подобным образом? Приезжаете в отель, в котором всё включено? Конечно. Когда приглашают, там, выступить бесплатно. Слушайте, на что вы делаете? Приезжают люди, выпивают два литра крепкого алкоголя и падают в бассейн с девятого этажа? Ну, так мы, наоборот, мы не против. Мы знаем, как наши люди умеют отдыхать. Собственно, об этом и песня. Просто когда мы получили около 300-300 отзывов, где-то большая часть, процентов 70, это были ужасные отзывы о том, что мы поём неправду. Славянские люди отдыхают как раз так, как вы только что прочли. Вот вы как отдыхаете? Вот лично вы? Отдыхаем мы просто за городом. Украинская природа прекрасная. Скажите, пожалуйста, Алёна, можете ли вы ударить пустой бутылкой по голове пьяную, взорвавшуюся бабу? Нет, алкоголь на меня по-другому действует. А как? Вот, я в основном засыпаю. А с вами что происходит, когда вы выпиваете, Александр? Ну, вы же знаете, что артисты, они отдыхают более-менее спокойно, потому что им хватает радости, веселья. Поэтому, когда приезжаешь на отдых, как правило, ты приезжаешь, чтобы кушать и спать. На съёмках чувствую себя как на отдыхе, поэтому я поел и засыпаю. Я отдыхаю где-то, да, Саша, приблизительно вот так, а мимо меня проносятся толпы славян, которые бурно зажигают. Вот и родилась такая, собственно, песня. Давайте посмотрим теперь пародию, которая у нас родилась. Давайте посмотрим прямо сейчас, гуляя славяне, большая разница. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok